Приветствую вас. Что-то мне подсказывает, что проблемы ваши начались ещё до того, как, ну, вам пришлось указывать за бабочкой, больной бабочкой. Что-то мне подсказывает, что ваши родители, несмотря на ваше настроение плохое, относятся к тому, что вы делаете, ну, одобрительно, скажем так. То есть они одобряют ваше такое поведение, одобряют, что вы жертвуете собой, одобряют, что вы не живёте собственной жизнью. По какой-то причине сами не заботятся о бабочке. Хотя она для них, в общем и целом, такой же родственник, как и для вас. И это, в купе с тем, что у вас проблема в социальных навыках, навыках, ну, создает все основания, создает все условия для того, чтобы думать, что... То, что есть, стало возможно благодаря вашим взаимоотношениям с родителями. Таким хорошим взаимоотношениям. А также отсутствие своей системы ценностей и личных границ. Я полагаю, что о вас много заботились. Я полагаю, что вас постоянно направляли и, возможно, продолжают направлять туда, куда считают нужным. Родители, конечно, не вы. Я полагаю, что ситуация направления связана с тем, что вам никогда не давали проявить инициативу. А ваша потребность во внешнем, значит, одобрении, да? Вот. Говорит о том, что вы не являетесь мерилом самого себе. И мне кажется, мне кажется, что вот с этими аспектами в первую очередь и нужно работать. Вот. Это первое. Второе. Посмотрите, пожалуйста, в интернете информацию о треугольных судьбе. И я думаю, что данный аспект, данное обстоятельство сможет помочь вам увидеть свое текущее состояние. То есть вы по каким-то причинам взвалили на себя заботу о бабочке. Хотя бабочка, по идее, если она любит вас, если она заботится о вас, не должна была позволить вам это сделать. Потому что понимает, что проводя время с ней, вы крадете его у себя. Так вот, по неким обстоятельствам, вы берете на себя опеку за бабочкой. За бабочкой. Почему вы? Почему не профессиональная, например, няня или сиделка? Спускай на даму, если уж такая история происходит. В конце концов, вы могли бы работать, чтобы обеспечивать бабочку именно этим. Но даже этого вы не делаете. Вот. Это первый. Это такой момент. Дальше. Мне приходится заботиться о тяжелобольном родственнике. Нет, это неправда. Вам не приходится заботиться о тяжелобольном родственнике. Вы выбрали заботиться о нем. Почему? Потому что вам так комфортно. Дальше. У меня почти как дни плохое настроение. И вы хотите сказать, что плохое настроение от вас никак не зависит? На улице бываю редко. Я совсем потерял социальные навыки, которых и так было немного. А по какой причине их было и так немного? Куда делись ваши друзья, которые были до ситуации с бабочкой? Была ли у вас девочка? Была ли у вас семья? То есть проблема, скорее всего, еще раз повторю, имеет достаревшие корни. Дальше. Общаюсь только с родителями. По какой причине? В интернете говорят, что давно пора съехать от родителей, что депрессия от того, что я живу не своей жизнью. В интернете много чего говорят. Я не рекомендую читать вам интернет, а рекомендую обращаться лично к специалисту и через беседу хотя бы понять, диагностировать, что с вами происходит. Дальше. Мне никак нельзя сейчас никуда съезжать. По какой причине? Из-за бабочки? Это чувство вины? По какой причине нельзя? Родители есть и как минимум они могут за ней ухаживать. А там и вы, нажав работать, например, можете обеспечивать. Я, так, в свободное время смотрю сериалы или играю в онлайн игры, чтобы хоть как-то заполнить постатов. Ну и хоть бы не в онлайн игры играли, а хоть бы в одиночные игры играли. Там хотя бы как, какой-то опыт получали, если вообще играть в игры. Ну вот. Опять же, сериалы, да, то есть вот почему в свободное время вы смотрите сериалы, играете в игры, а не занимаетесь, например, обучением. Да, или там, не запишите, не запишите в тренажерный зал. Или что-то еще. Это вы свободное время, но вы делаете, сделаете выбор. Сделаете выбор в пользу игр и так далее. Почему? Особенно если вы жалуетесь, что у вас нет друзей, что вы ни с кем не общаетесь и так далее. Так, чтобы хоть как-то заполнить постату, я не знаю, что делать. Так вот. Вот аноним. Начните с того, чтобы заполнять свое свободное время тем, что хотите вы, но не играми и сериалами. В этом нет ничего плохого, но они не должны быть единственными, что вы делаете. Я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Хочу начать испытывать ежедневную радость, а не ждать, чтобы поскорее день прошел. Ранее начать жить для себя. А это неизбежно встретить сопротивление со стороны других. Вы готовы к этому сопротивлению? Вы готовы договариваться с собой в контексте этого сопротивления? За собой равно не слежу, нет никакой мотивации. Я бы сказал так, что не то, чтобы вы не следите за собой по причине отсутствия мотивации. Я бы сказал, что вы это делаете потому, что вас подавляют мотивации. А зачем? А зачем это? Для чего? Да перестань. Какой смысл? Вот. Это совсем не та самая ситуация мотивации. Было время, что я пытался взять себя в руки и совершал активные попытки жить как все. А это как? Без внешней поддержки и одобрения я все бросал через пару недель. При чем здесь внешняя поддержка и одобрение? Вы это для себя делаете или для кого? Что бы вы могли сделать для себя? У меня не получается следить за собой, не могу освоить ни одно длительное хобби. А все равно это не получается следить за собой. Знаете, вы уход за собой и хобби представляете так, как будто это обязанность какая-то. А это не совсем то, что, ну, вам может помочь адекватно. Понимаете? Вот. Вот. То есть. Это не обязанность делать подобное. Понимаете? Какая сторона. Вот. Это не обязанность. То есть, если вы, ага, что-то делаете для себя, да? То есть, если вы, ага, что-то делаете для себя, да? То это не обязанность. Если вы делаете что-то для себя, то это не обязанность. Это желание. Вот. И весь вопрос выключается в том, что вы хотите делать. А, не, что нужно делать? Да? Вам. А что вы хотите? Это разные вещи. Абсолютно. Да? Вот. Надеюсь, что вы... Отдаёте себе в этом отсчёт, что это разные вещи. Дальше. Так, ну, только то же самое оказалось за хобби. То же самое, то же самое. Живу сегодняшним днём, пообщаюсь с родителями и ложюсь спать. Но это ваш выбор, у вас же есть время общаться с родителями. Вот вы же для чего это делаете. Я хочу за продуктами и готовлю еду для родных. А с какой стати вы это делаете? Я хотел бы жить как другие люди и радоваться жизни. Как это, жить как другие люди? Как это, жить как другие люди? То есть, вот, ну, непонятно, как это, жить как другие люди. Вы об этом так много говорите, но все это значит, жить как другие люди. Знаете? То есть, вы ориентируясь на других людей, да? Да? А вы себе не сделаете хорошо. Ну, потому что... Это опять, опять будет ориентация на других. Понятно? Ориентация на других и, соответственно... обесценивание себя будет происходить. Вот. Знаете? То есть, по сути ловучка опять. Поэтому я думаю, что тут все-таки нужно ориентироваться не на других, да? Вот. А на себя все-таки, я думаю. Вот. Что куда более справедливо. Если вы хотите, ну, действительно свою проблему решить, да? Ну, если вы действительно хотите от этого твоей жизни поменять. Вот. Ну, то есть, понимаете, если у вас действительно депрессия, как вы говорите, да? Вот. То депрессия это, вообще говоря, серьезное заболевание. Вот. И его нужно диагностировать. То есть, откуда вы знаете, что у вас депрессия? Вот. Откуда такая информация? Что у вас депрессия? Вот. Понимаете? Какой аспект? Так вы же, ну, не врач, да? Чтобы ставить себе диагноз. Поэтому вы либо обращаетесь к врачу, выясняете, что у вас действительно депрессия, депрессия. И... Славно начать лечение, в том числе и психотерапевтическое, да? Вот. И... Таким образом вы начинаете что-то менять в своей жизни. А так вы говорите, что у вас депрессия, и... и что, и... и... и все, и ничего, да? Да... Дальше. Вот. Вот. Так. Значит. Мне страшно думать о будущем, я уже начинаю стареть. Так. Ну, если вам страшно думать о будущем, то страшно быть о будущем только потому, что оно неопределенно. ваше будущее, потому что нет ценностей, нет личного смысла. Смысл все это за вас делают другие. Я искал друзей, но длительного общения не получалось. А что значит искал друзей? Как? То есть вообще, друзья, они появляются в двух случаях. Как правило. Первое. Это когда вы с детства друзите, и по сути вас, ну, например, например, что-то объединяет, да? Либо когда вы находите себе, скажем, единомышленников, так называемых. Те, которые... люди, люди, которые разделяют вашу... Ваше мнение, ваши позиции и так далее. Вот. А так не очень, не очень понятно, что это значит, что вы искали друзей. Вот. Как искали, зачем искали, для чего искали. Вот. Вы говорите, что у вас не получалось общение. Это, опять же, общие интересы должны быть. Вот. Для этого должны быть общие интересы, должно быть вообще что-то общее. Для этого необходимо, чтобы у вас, соответственно, были свои интересы. То есть, когда человек делает что-то, потому что интересно ему, вот, он может показать, что ему это интересно другим людям, и, соответственно, другие люди будут с ним взаимодействовать. Вот. Для начала по этому поводу, а потом еще по, соответственно, другому поводу, ну, то есть по общему, по общему, так сказать, ну, по общим врантам. Вот. Дальше. Люди живут активной жизни, я так не могу. Можете. Вы можете. Потому что вам надо другое. Сейчас. Я хочу принять себя, начать улыбаться, просыпаться полных сил. Ну, принять в себя хорошая, хорошая цель. Надо для начала понять, что вы не принимаете в себе и почему. Сейчас я читаю книги по психологии, просто это делаю, это очень, очень вредная вещь. Эм, так, я хочу чем-то заняться, но сил настроения не хватает. Эм, еще нужно чем-то заняться, аноним. Чем-то заняться, это так и будет, по сравнению, определенность. Это первое. Второе. У вас нет сил. А, простите, на что у вас эти силы уходят? То есть, ну, на что вы их тратите, эти силы свои? Вот. То есть, ну, по какой причине они у вас тратят? Вот. То есть, вы вроде не занимаетесь какой-то серьезной работой физической и так далее. То есть, вот давайте подумаем об этом. Давайте подумаем об этом. Что происходит? Из-за чего так? На что ресурсы, ресурсы радуются ваши? Подумайте, это борьба. Вот. Ну, то есть, это борьба, я полагаю, что вы, в принципе, сами знаете, сами знаете, что это борьба. Вопрос в том, что это за борьба. Вопрос в том, борьба это, ну, кого с кем или чего с чем. Понимаете, какой аспект. Вот. Важно ли это? Да. Конечно, важно. Потому что свои силы нужно экономить, свои силы нужно учитывать. Вот. Ну и навязчивые мысли. Навязчивые мысли как, скажем так, запрет на продуктивное мышление. Вот. Словязчивые мысли тоже нужно разбирать. Это механизм защиты. Что делать? Что делать, чтобы что? Аноним. Я не знаю, сколько еще проживет моя любимая бабочка, может, год, может, десять. Это не важно. Бабочка ваша вообще к вам отношения никакого не имеет. Как жить как взрослый человек ко взрослому человеку. А что будет потом? Это зависит от вас. Никак не могу успокоиться и сконцентрироваться на какой-то длительной работе. А длительной работе в чем? В чем? А длительной работе по какому аспекту? А длительной работе где? Кем? Понимаете? То, что вы не можете успокоиться и нажать, что вас беспокоят какие-то вещи. Я понимаю. Для начала нужно все это высказать, все это вырапить, все это озвучить. Вот. Так что одним советом здесь не ограничится дело, к сожалению. Если вы действительно решили свою жизнь менять, вам нужно записываться к выбранному вами эксперту и начинать работать. Вот. С ним. Индивидуально, лично и так далее. Вот. А что делать, понимаете, вот. Нужна цель. Нужна цель. То есть, что делать, чтобы что. Вам психолог цель не придумает. За вас. Но можно, по-моему, разобраться в ваших противоречиях. Например, вот в том, на что вы тратите, допустим, свои ресурсы. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду нас помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. я бы сказал, что вы играете в игру, психологическую игру, которая звучит примерно так. Разве это не ужасно? Вот. И вы можете найти эту игру в интернете, почитать именно про нее. Но я не рекомендую читать психологические книги. Это написано для специалистов, не для людей, у которых проблемы. Психологические проблемы так не решить, потому что нужен индивидуальный подход. начните свою жизнь с того, чтобы позаботиться о себе, о своем психологическом здоровье. Желаю вам всего самого доброго и удачи. для нашеheстрадала. Дюшли р